Всем привет! Сегодня в этом выпуске покажу очередную порцию самых лучших автохитростей и автосоветов, которые пригодятся всем водителям. А в конце выпуска специально для своих подписчиков я проведу конкурс. Итак, погнали! Если вам необходимо открутить тормозную трубку или аналогичную, а под рукой нет спецключа и до ближайшего автомагазина очень далеко, то открутить тормозную трубку, не слеза в грани, поможет обычная ненужная головка. Делаем пропил вдоль головки и делаем две лыски под ключ. Таким образом трубка легко открутится, а специнструмент уже не потребуется. Если из длинного болта вам необходимо сделать короткий, то после отпиливания длинного болта можно столкнуться с тем, что гайку теперь на этот болт не накрутить, так как при отпиливании повредилась резьба, то есть заход резьбы. Чтобы этого избежать и не искать плашки для того, чтобы поправить резьбу, предварительно перед отпиливанием накрутите на болт гайку и открутите ее после отпиливания. Тем самым гайка поправит резьбу и дальнейшее прикручивание не доставит проблем. А чтобы снять заусенцы и сделать фасочку, воспользуйтесь точилом, ну или той же болгаркой. Пользуйтесь. Каждый водитель может столкнуться с обрывом клеммы обогрева стекла и соответственно в таком случае работать обогрев не будет. Чтобы исправить эту проблему, снимаем пластик изнутри или укрываем фольгой, чтобы случайно не расплавить. Затем хорошенько облуживаем клемму и зачищаем шину на стекле мелкой наждачкой. И прислоняем клемму к шине обогрева стекла, немного сместив клемму. Ну потому что, как правило, на старое место клемму уже не припаять, так как она отпадает с куском шины. Паяльник долго не держите, достаточно 5-6 секунд, чтобы припой расплавился и клемма припаялась. Не благодарите. Вы наверняка знаете, что на дороге можно столкнуться с произволом как со стороны других водителей, так и со стороны ГИБДД. А чтобы обезопасить себя и своих близких нужен регистратор. А чтобы не получать штрафы за скорость, нужен радар-детектор. Всеми этими свойствами обладает комбо-устройство RoadGit Premier 3. Устройство отлично снимает ночью и видны даже грязные номерные знаки. А угол в 170 градусов позволяет увидеть и заснять больше происходящего на дороге. И это всё благодаря новой светочувствительной матрице Sony IMX 327. К слову, это единственное комбо в России с сенсором такого уровня светочувствительности. Дневная съёмка вообще не вызывает вопросов, и всё прекрасно видно. RoadGit Premier 3 помимо Full HD может снимать в разрешении 2560 на 1440 точек и 30 кадров в секунду. Картинка от этого становится только лучше. Сигнатурный радар-детектор отрабатывает чётко и без ложных срабатываний. А искусственный интеллект предупредит об установленных знаках ограничения скорости. GPS-информер предупредит даже о муляжах камер. А благодаря мобильному приложению и Wi-Fi на устройстве обновлять базы камер можно на лету и еженедельно. RoadGit Premier 3 в премиальном карбоновом корпусе с надёжным поворотным магнитным креплением на 360 градусов, современным разъёмом Type-C и CPL-фильтром, который устраняет блики и засветы на видео, станет отличным и полезным подарком к 23 февраля как для себя, так и для близких. А чтобы покупка была более выгодна, промокод на 1000 рублей и ссылку я оставлю в описании под видео. Для следующей хитрости понадобится обычная старая шина, которую можно взять бесплатно на шиномонтажке. Размечаем её и делаем пропилы. Затем отрезаем лишнее ножом. Также срезаем и внутренний бурт шины. В итоге получается вот такой аналог цепям противоскольжения. Теперь можно запросто преодолевать лёгкое бездорожье и грязь со снегом. В моём случае резалась старая покрышка на 14 и одевалась на 13 покрышку. То есть шину нужно брать на размер больше. Берите на заметку. При ремонте автомобиля часто необходимо сжимать самозажимные хомуты, которые расположены в труднодоступных местах и сжать их пассатижами или обычным съёмником нереально. На помощь можно купить недорогие клещи с гибким захватом. И теперь можно будет такие хомуты в узких местах снять без труда. Ну а если нет съёмника или не кайф его покупать, то можно взять гайку, пластиковую стяжку, продеть через ушко хомута, затем в гайку, одеть гайку на хомут и стянуть стяжку. Готово. Одеть обратно хомут можно перекусив пластиковую стяжку кусачками. Берите на заметку. Если у вас машина перестаёт реагировать на педаль газа, а при выключении передачи машина глохнет и при этом когда запускаете двигатель вновь машина какое-то время едет как ни в чём не бывало и при этом ещё и чек-энжин на приборке не горит, то дело может быть в забитом топливном фильтре автомобиля, как было в моём случае. А выяснил я это благодаря своему автосканеру. Ведь если у вас не горит чек, это не означает, что у вас нет скрытых ошибок. Скрытая ошибка P0171 бедная смесь как раз была у меня. Расшифровав эту ошибку, я проверил как раз все причины, кроме забитого топливного фильтра. И сканер не обманул. Фильтр грубой очистки был забит, а фильтр тонкой очистки вообще похож не на бензиновый, а на масляный фильтр от трактора. Жесть. Неудивительно, что машина периодически глохла или плохо отзывалась на педаль газа. Ведь насос еле-еле продавливал бензин через эту грязевую заслону. А после замены топливного фильтра главное не забудьте стереть старые ошибки. Для следующей автохитрости понадобится старая ненужная удлиненная головка. Отмечаем маркером, отпиливаем лишнее и отламываем ненужное. В итоге благодаря такой головке и ремню ГРМ можно откручивать и закручивать либо масляные фильтры. Либо резьбовые крышки топливных модулей, которые можно открутить не повредив только при помощи спецсъемника. А главное, что такой съемник можно отрегулировать на любой размер. Не благодарите. А теперь, как и обещал, конкурс. А призами у нас будет набор для очистки и восстановления пластика, который мы тестировали в прошлом выпуске. И вот такой набор для ухода за кожаными изделиями, которые оценят абсолютно все. В наборе для пластика идут три микрофибры, химически нейтральная губка, реставратор пластика, парфюмированный полироль, очиститель пластика и ткани и два триггера к ним. В наборе для кожи две микрофибры, химостойкая губка, перчатки, фирменная щеточка, дозатор для удобного нанесения и, собственно, само средство для ухода за кожей и очиститель кожи. Такие наборы — это отличный подарок, за который точно не будет стыдно. Ссылочки на эти наборы я тоже оставлю в описании под видео. Ну а чтобы получить один из этих наборов себе в подарок, нужно лишь быть открытым подписчиком моих каналов, поставить лайк на это видео, поделиться этим видео со своими друзьями и написать любое количество комментариев под этим видео, чтобы при помощи рандомайзера определить победителя. А результаты конкурса будут уже через неделю на моем лайв-канале. Так что дерзайте. А на этом у меня всё. Всем удачи и добра. Пока.